Ирина Федоровна, здравствуйте, благодарим, что приняли нас. Добрый день. Приблизительно два месяца назад в Азербайджане в соцсетях выставляли ваши фотографии со значком «Харабюльбюль», который является знаком Великой Победы Азербайджана и знаком шехидов, павших героев Азербайджана. Братские народы всегда должны очень внимательно следить за теми событиями, которые происходят в их странах. Так вот, гагаузский народ не является исключением в этом плане. И, конечно же, мы очень сильно сопереживали, и мы очень внимательно следили за тем, что происходило в Азербайджане. Для нас очень важно было, чтобы наконец-то восторжествовала справедливость, для нас очень важно было, чтобы восторжествовал мир и взаимопонимание. И мы очень рады за азербайджанский народ, и мы очень рады, что наконец-то то, к чему так долго шли, состоялось. Поэтому мы хотели быть рядом, мы хотели быть рядом душой и сердцем. И, наверное, вот этот значок, он был символом того, что гагаузия все знает, гагаузия все видит, гагаузия поддерживает и гордится нашими тесными взаимоотношениями, связями и нашей дружбой, человеческой дружбой. Расскажите, пожалуйста, про двусторонние отношения, про сотрудничество между Азербайджаном, Молдовой и автономией гагаузия. Вы знаете, на самом деле, наверное, надо начать с того, что дружеские отношения, братские отношения, которые сложились между нашими народами, они, наверное, насчитываются не десятилетиями, они, наверное, насчитываются столетиями, потому что у нас, на самом деле, очень много общего. И мы народы, которые всегда были рядом, даже если это дальние расстояния, но мы всегда были рядом и поддерживали друг друга. И я очень горжусь тем, что, когда я была избрана на пост Башкана Гагаузии, братский азербайджанский народ был достаточно открыт к моему избранию, и мы начали реализовывать очень много хороших проектов на территории Гагаузии. Гагаузия находится в Республике Молдова, Гагаузия – часть Республики Молдова, это гагаузская автономия, но Молдова расположена в центре Европы. И когда мы с вами говорим на одном языке, когда у нас очень много схожего в нашей культуре, много схожего в наших традициях, да, это всегда сближает. Все те действия, которые проводились и в Гагаузии под патронатом фонда Гейдара Алиева, под патронатом вашего президента, которого мы очень любим, уважаем и хорошо относимся здесь, в Гагаузии, к нему. И ждем его, мы ждем и очень надеемся на то, что господин президент Алиев обязательно приедет к нам в страну, приедет к нам в Гагаузию. Я стараюсь максимально со всех возможных источников пригласить его, потому что здесь его очень ждут, потому что он на самом деле великий лидер, он лидер своего народа, он человек, который переживает и беспокоится за братские народы, человек, который обладает широкой душой, человек, который на длинных расстояниях, зная о том, что здесь в центре Европы проживает тюркский, гагаузский народ, беспокоится об этом народе и реализует здесь в автономии хорошие социальные проекты, инвестирует азербайджанские деньги в образование наших детей, и это тоже очень серьезный шаг с его стороны. Мы очень надеемся на то, что в ближайшее время будет открыт культурно-образовательный центр имени Гейдара Алиева. Это огромный подарок для наших детей. Такого подарка мы на самом деле не ожидали, но мы гордимся тем, что президент Алиев свое слово сдержал, президент Алиев сказал и сделал. Это очень важно. Мы очень высоко ценим то, что его слова, они совпадают с его делами. И вот эта частичка азербайджанского народа, которая расположена здесь, в Гагаузии, в муниципе Чедерлунга, делает нас еще крепче, делает нас еще ближе, делает нас еще сильнее, и еще раз показывает о том, что азербайджанский народ очень щедрый народ. Азербайджанский народ, народ достаточно открытый, народ, который умеет делиться, делиться своей любовью к языку, делиться своей любовью к народам близким, с азербайджанским народом. И несмотря на все расстояния, которые нас, как говорится, разъединяют, нас очень многие вещи объединяют, нас объединяет тепло и любовь к родному языку, нас объединяют наши ценности, которые присутствуют. Поэтому мы гордимся тем, что у нас такая дружба, мы гордимся тем, что мы чувствуем ваше внимание, мы чувствуем внимание президента Алиева, и мы ждем его у нас. Как, по-вашему, Великая Победа Азербайджана подействовала на тюркский мир? Вы знаете, нам на самом деле, когда мы говорим о том, что мы сопереживаем, мы сопереживаем, потому что для нас очень важно жить в единстве, для нас очень важно жить в мире, для нас очень важно жить в согласии. И когда вот эти ценности приходят, и когда мы добиваемся этих ценностей, несмотря на все трудности, через которые проходят наши народы, несмотря на все сложности, на потери, человеческие потери, мы все-таки приходим к этим целям. Это говорит о том, что есть, видите, миссия, очень важная миссия в жизни каждого человека. И я рада тому, что миссия президента Алиева, она была реализована. Он на самом деле мечтал об этом. Он выполнил то, что обещал своему отцу. Мы знаем, это хорошо, мы знаем все. Поэтому мы поздравляем вот с этой победой, и говорим о том, что мы очень радуемся за азербайджанский народ, и очень радуемся за президента Алиева. Ирина Федоровна, благодарим за то, что приняли нас. Спасибо за интервью. И я тоже благодарю вас за интервью.